Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на YouTube-канале Марка Солонина. У нас сегодня техникум. Мы продолжаем наши беседы про авиационное и прочее вооружение Второй мировой войны. И наша сегодняшняя тема самолет против танка. Пожалуйста, будьте внимательны. Не авиация против танковых войск. Это другая тема. Тема у нас техническая. Самолет, то есть авиационное вооружение, против танка. Как ни странно, есть такое мнение в широкой зрительской общественности, что самолет Второй мировой войны мог уничтожить танк. Непонятно почему. Или понятно почему. Будем говорить дальше. Этот миф очень укорененный. И он укоренился даже по обе стороны Атлантического океана. 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 Ну, откуда в этом замечательном, оскароносном и легендарном культовом кинофильме? Наверное, миллиард людей его видел. Появился самолет, понятно. Это совершенно понятная символика. Она, простите за это слово, архетипична для человеческого сознания. Помощь благородному герою, который жертвует своей жизнью для победы, для своих товарищей. Помощь ему приходит с неба. И поэтому, конечно же, прилетел этот самый самолет. Но и в менее пафосных ситуациях тоже. Даже в совершенно мирное время, в 21 веке. Мы об этом как-то говорили в одной из предыдущих передач. Вот эта замечательная статья. В 21 веке публикуемая про то, что якобы самолет-истребитель. Советский легкий Яковлевский мог уничтожать. Мало того, что танки, а даже еще тигры и пантеры. Вот с этим вот странным заблуждением мы и постараемся сегодня разобраться. Чтобы долго вас не томить. Сразу же, в самом начале нашей передачи, нашей беседы, конечный итоговый результат. Результат был зафиксирован, написан на бумаге. В феврале 1944 года военное издательство Народного комиссарета обороны выпустило, ну, советское, естественно, выпустило очередной, десятый сборник по изучению опыта войны. Так это называлось? Сборник по изучению опыта войны. Десятый выпуск был посвящен эффективности действий авиации по живой силе и техническим средствам борьбы. Что сказано в результате большой татака, целая брошюра. Что сказано по поводу борьбы с танками? Кавычки открываются, цитирую. Малые размеры и большая прочность танков, благодаря которым для их поражения требуется прямое попадание или взрыв бомб в непосредственной близости от танков, обуславливают низкую вероятность попадания и вследствие этого малую эффективность бомбардировочного действия авиации. Боевая материальная часть, ну, противника имеется в виду, особенно тяжелые и средние танки, несут при этом ничтожно малые потери. Для того, чтобы вы по достоинству оценили появление фразы про ничтожно малые потери в документе подобного формата, напомню известный анекдот, есть такая серия анекдотов, в частности про дипломата. Если дипломат говорит «да», то это «может быть», если дипломат говорит «может быть», то это «нет», а если дипломат говорит «нет», то это «не дипломат». А в документах такого сорта, которые адресовались среднему командному составу, не могла появиться фраза о том, дорогие товарищи, оружие, которое вам вручила наша Родина, бесполезно. Такого там не может быть. Там всегда должно быть написано, что что-то, вот что-нибудь вашим оружием сделать можно. Выпускались, понимаете, такие брошюры, уничтожая фашистские танки, используя танковые ружья. Там писалось, как бороться против немецкого танка «Тигр» с помощью противотанкового ружья. Но там не могло быть написано, ну, товарищи бойцы, на броне «Тигра» ваше ружье оставят слабо заметную царапину. Такого не пишут. Пишут, бей немецкий танк по смотровым приборам. И указана там картиночка танка, и вот что надо попасть пулей, пулей вот в это вот стеклышко перископа. Да, в стеклышко перископа попасть можно, можно в ствол попасть. Если сто раз выстрелить по танку, можно прямо в пушку попасть и так далее. Так пишутся подобные памятки, наставления, рекомендации. Поэтому появление в таком тексте фразы о ничтожно малых потерях – это очень яркая вещь. Далее, но не только же бомбы бывают, бывают же авиационные пушки. Читаем дальше, кавычки открываются. Применение авиационных пушек для борьбы с танками увеличивает эффективность действия авиации. Однако возможности этого вида оружия также невелики. Стрельба из 23-мм пушек «Волково-Ярцево» – это основное оружие основного советского штурмовика Ил-2. Эффективно только по лёгким танкам и бронемашинам с толщиной брони до 20 мм. Средние танки, как правило, они не поражают. Но про тяжёлые, слава богу, здесь даже ничего не сказано. Далее цитирую. 37-мм пушек из системы ОКБ-16. Это та самая пушка Таубина, которая после ареста и расстрела стала называться НС. Ну, Дельман Сураев, о чём у нас была целая передача. Вот эта самая пушка. Успешно поражают средние танки. Однако вероятность попадания в танк даже при стрельбе из редукторной пушки в полигонных условиях не превышает в среднем 6%. Ну, что такое полигонные условия, это, я думаю, понятно без комментариев. Это когда можно спокойно работать, не отвлекаясь на зенитные разрывы и истребители противника. Тут важны слова про редукторную пушку. Имеется в виду, что это пушка, установленная в развале блока двигателя. Ствол проходит через ось в шестерне редуктора. То есть пушка установлена в одномоторном самолёте. Ну, имелся в виду тот самый Як-9. И она расположена строго по оси самолёта, поэтому нету раскачки при стрельбе. Нету рискания, вызванного стрельбой. Далее продолжаю цитировать документы. Эффективность стрельбы из 37-мм пушек штурмовика Ил-2 значительно ниже, то есть ещё ниже 6%, чем у истребителя, так как большая сила отдачи пушек, установленная в Курилях, и увеличивает рассеивание снарядов. Выводы. Эффективность действия авиации по танкам с применением осколочных фугасных бомб, а также авиационных пушек слабая. Танковые части и соединения, широко применяющие меры маскировки и рассредоточения, обычно несут незначительные потери. Переводя с языка подобных документов на простой язык, несут близкие к нулю потери. Ну и, наконец, это 44-й год, а потом был 45-й год, была победа, и потом длительный разбор полётов. Что же у нас происходило? В 48-м году в Советском Союзе с грифом, естественно, выходит книжка, подписанная П.С. Игумнов, «Исследование поражаемости отечественных танков». Исследование грандиозного масштаба. Было проанализировано 2960 подбитых танков ИСАУ. Ну, то есть, их утаскивают с поля боя на какие-то ремонтные базы. И там инженеры, я так понимаю, не один месяц, если не один год, обследовали 2960 единиц подбитых танков советских и самоходных установок. Табличка из этой книжки перед вами на экране. Да, там вы ничего не разберёте, плохая фотография, но уж я вам сейчас это дело прочитаю. Что же они получили? Что же они получили? 91,5%. Значит, во-первых, эти все данные по боевым, по потерям, по боевым операциям, второй половины, я бы даже сказал, конца 1944-го и, соответственно, 1945-го года. То есть, это самый конец войны. 91,5% подбитых танков уничтожены, не подбитых, а безвозвратно вышедших из строя, извиняюсь, это важное уточнение. 91,5% советских танков и САУ уничтожены от огнём, то есть артиллерийским снарядом. Откуда прилетел этот снаряд? Из пушки, которая на колёсах буксируемой, или из самоходной пушки, или из танковой пушки. Это не видно по подбитому танку, это и не оценивается. То есть, 91,5% уничтожены артиллерийским снарядом. А на оставшиеся 8,5% и приходится всё прочее. То есть, подорвались на минах, уничтожены в уличных боях фау с патронами, и, наконец-то, авиация. Так вот, от авиации из 2960 подбитых, вышедших из строя, танков и САУ, из 2960 приходится 95 единиц. То есть, всего 3,2%. 3,2% безвозвратно отбитых советских танков и самоходок в конце войны, только 3,2% – это результат действия вражеской авиации. Но при этом, не забывайте, всякое было на поле боя. Были и тяжёлые танки ИС, и была вот эта, вы сейчас видите, перед собой самоходка. Как-то мало про неё вспоминают, вот эта Су-76. Однако, она была на втором месте по объёму выпуска после танка Т-34. Если я не ошибаюсь, там больше 14 тысяч штук и сделали за войну. А это достаточно лёгкая вещь, там крыши вообще нету на боевой рубке, кормы рубки нет, и вообще практически противопульное, по отношению к пушкам той эпохи, противопульное бронирование. Так вот, если брать только по Т-34, там тоже у Игубного эта цифра есть, то по Т-34 только 2%, ну то есть мы уже приближаемся к погрешностям измерения, статистической погрешности, вообще обнаружения подбитых танков и этого анализа. Только 2% Т-34 были выведены в безвозвратный строй немецкой авиации. Вот и все рассказы про эту ООО, пикирующие юнкерсы, непобедимого Руделя и так далее. Строго говоря, вы уже услышали всё главное и основное. Самолёт уничтожить, самолёт Второй мировой войны уничтожить танк не мог, или это происходило в исчезающем малом числе случаев. Но для тех, кто хочет более подробно, расскажем всё то же самое с самого начала. Итак, вообще чем-то же их подбивали, да, подбивали, мы уже выяснили чем. 91,5% танков в конце войны уничтожалась артиллерией, артиллерийским снарядом. А каким образом снаряд уничтожает танк? Он его пробивает, он его пробивает за счёт кинетической энергии. Ударом, проще говоря, мы очень сильно ударяем по броне танка, и этим ударом её проламываем. Вот это вот кинетическое оружие, кинетическая энергия, кинетический снаряд, это было и был основным, практически безальтернативно основным видом боеприпаса противотанковой артиллерии Второй мировой войны. Формулу кинетической энергии вы точно знаете, если вы не первый раз на канале Марка Солонина. M, V квадрат пополам. Масса снаряда умноженная на квадрат скорости снаряда. Из чего становится понятно, что можно идти двумя путями. Можно сделать большой тяжеленный снаряд, который с не очень большой скоростью ударит по броне танка. Можно сделать наоборот. Можно сделать маленький снарядик, легенький. Но зато разогнать его до огромной скорости. Тем более скорость у нас там в квадрате. И оно вроде бы выгодное такое направление. Попробуем идти по этому пути. Будем разгонять небольшие снаряды до огромных сверхзвуковых, уже где-то гиперзвуковых скоростей. Это, естественно, приведет к появлению оружия, пушки, с очень-очень длинным, очень-очень тонким длинным стволом. И вот двигаясь по этому длинному при длинному стволу, снаряд будет разгоняться, разгоняться. И в конце концов на выходе из ствола мы небольшой снарядик сможем разогнать до больших скоростей. И вот на это вот в конце 30-х, начале 40-х годов были потрачены колоссальные интеллектуальные, финансовые, промышленные ресурсы. А вот давайте сделаем такое противотанковое оружие, которое будет малого калибра, относительно небольшого веса и габарита, и которое будет разгонять небольшие снарядики до диких скоростей. Дальше всех, конечно, зашли немцы. У них была прям запатентованная, немецкими учеными придуманная идея конического ствола. Конического ствола, ствола, у которого диаметра на входе больше, чем диаметра на выходе. А как же так может быть? Смотрим на экран. Вот это вот замечательная вещь. Конически сужающийся ствол. По нему движется специальный снаряд. Ну, видите, там такая уплотнительная юбочка. Причем юбочка эта имеет способность сминаться. Таким образом, двигаясь по сужающемуся каналу ствола, снаряд непрерывно уплотняет и не дает проеховым газам вырваться наружу. Это дело действительно позволяет разогнать еще сильнее. Почему? Ну, потому что по мере того, как снаряд удаляется от коморной части и движется к выходу из ствола, объем увеличивается, и давление проеховых газов падает. А мы не хотим, чтобы оно падало. Мы хотим, чтобы оно и дальше со всей силой давило и разгоняло снарядик. Поэтому нам желательно сделать хотя бы небольшую комиссность. Вот эту вот идею немцы реализовали. И появилось то, что вы видите перед собой на экране. Действительно такая незурядная вещь. По всем параметрам это противотанковая пушка калибра 28-22. Конический ствол. Но немцев это называлось официально тяжелое противотанковое ружье. Вот эта вот штуковина действительно обладала совершенно феноменальными параметрами. Она разгоняла снаряд до скорости 1430 метров в секунду. 1430 метров в секунду. Это 4 маха. 4 скорости звука у Земли. Это уже прям по-честному гиперзвук. Это самая большая скорость, которую удалось достичь ствольной артиллерии во Вторую мировую войну. Да и, по-моему, по сей день, разве что у гладкоствольных, может быть, танковых пушек что-то подобное есть. Феноменальный результат. Соответственно, были получены не менее феноменальные параметры бронепробиваемости. На дистанции 100 метров эта пушка, этот снаряд пробивал 80-85, по разным оценкам, миллиметров брони. То есть способен был пробить все, что угодно, включая лобовой лист советского тяжеленного танка КВ. Википедия цитирует Широкорада, есть такой известный наш российский историк, в том числе историк артиллерии. Дальше все цитируют Википедию, цитирую я, кавычки открываются. «Немецкие пушки с коническим каналом ствола были шедевром конструкторской мысли. Производство таких орудий требовало высочайшей производственной культуры и самых современных технологий». Кавычки закрываются. Ну, как вы понимаете, дорогие друзья, шедевр надо платить. Шедевр надо платить. Фирма Маузер, это дело делала фирма Маузер, брала с государства, фашистского, конечно, государства, не жалко, брала 4500 рейхсмарек. Вот такая цена была установлена для этого тяжелого противотанкового ружья, 4500 рейхсмарек. Сделали их в каком-то пугающем количестве. Их делали в 40-й, 41-й, 42-й, первая половина, 43-й за без малого 4 года. Их сделали 2782 штуки. Соответственно, фирма Маузер на этом дело заработала 12,5 миллионов рейхсмарек. По удивительному стечению обстоятельств, это в точности равно стоимости тысячи нормальных, полноценных, к сожалению, мы об этом будем говорить дальше, уничтожающих с первого попадания советскую 34-ку, а противотанковых 75 миллилитров пушек ПАК-40. Только тысячу таких нормальных пушек можно было на эти деньги купить. Но потрачены они были на то, чтобы сделать 2782 штуки вот этого вот чуда. Чудо конструкторской мысли. Следующую цифру вообще, поверь, трудно, но почему-то еще к ней сделали, не знаю, Маузер на этом заработал или кто другой, к ним еще сделали 1,6 миллиона патронов. Поделив одно на другое, вы получаете, что там, по-моему, 550 патронов на ствол. Ну, я уже не говорю про то, что сам ресурс, технический ресурс ствола, вот этого конического супердорогого ствола 28-22, ресурс был 500 выстрелов, то есть она просто не способна была выстрелить то количество патронов, которые наделали, но дело же не в этом. Как вообще представляли себе боевое применение противотанкового орудия? Оно что, может прожить в бою и отстрелять хотя бы сто раз по танку? Не суть. Значит, все это так замечательно было, по табличкам оно всему соответствовало, после чего неожиданно и внезапно выяснилось, что эффективность применения этого орудия, этого тяжелого ружья против советских танков Т-34, тем более КВ, ничтожно мала, их так тихонечко, так без шума лишнего, с производства сняли, из вооружения вывели и постарались об этом навсегда забыть. После того, как потратили 12,5 миллионов рейсмарок. А почему? А потому, что на табличке бронепробиваемости, которую украшали феноменальные цифры, бронепробиваемость на 100 метрах, 85 миллиметров брони, сверху на этой табличке надо было написать «Танк – это не воздушный шарик». Но кто вам сказал, что сам факт появления дырочки в броне равнозначен выводу танка из строя? Да, на дистанции 100 метров. Большой еще вопрос, как это мы подпустим танк там близко? Мы пробили дырочку. А что за дырочка-то получается? Смотрим на экран. Вот оно. Вот этот снаряд, который им разгонялся до гиперзвуковой скорости в 4 маха. Вот он такой замечательно красивый. Как видите, он еще и подкалиберный. То есть внутри него находится... Вот я его там красным обвел, чтобы вам было лучше видно. Это твердотельный сердечник. Это то, что пробивает броню. Есть вокруг него... Это называется в артиллерии почему-то словом «поддон». То есть вот эта сложная вот такая точеная с двумя коническими юбочками деталь из простой мягкого железа. Ну и все это сверху еще закрыто аэродинамическим обтекателем. Колпачком аэродинамическим. Но пробитие, еще раз повторяю, пробитие брони должно осуществляться усилиями вот этого сердечника. А из чего был сделан сердечник? Иногда пишет Вольфрамовый, иногда кормит Вольфрамовый. Я это буду называть словом «победит». Понятно каждому советскому... Не инженеру, а каждому, я думаю, мужику, который вырос в Советском Союзе, победит. Вот у меня вот сверло, вот это победитовое, которым вы и сверлите, иногда сосед надо мной сверлит стенки. Вот в этом сверле, там есть такая пластиночка в самом верхушечке, вот ставлена пластинка из очень твердого материала. Значит, у нас он назывался «победит». До 90% действительно карбид Вольфрама. Карбид Вольфрама – это порошок, каждая крупмика частица которого обладает колоссальной твердостью и износа устойчивостью. Этот порошок, бывает, напыляют, например, на фрезу, на режущую кромку фрезы, или его сплавляют с кобальтом, плюс 10% кобальта, и появляется вот такая твердая штуковина, которая у нас называлась «победит». Вот из-за этой твердой штуковины, она действительно невероятно твердая, ей можно царапать стекло, что угодно ей можно царапать, делался вот этот вот сердечник, который пробивал броню. Осталось только выяснить, какой был размер этого сердечника. Когда я готовился к придаче, я думал, что мне придётся показать вам, почтенная публика, средний палец. Нет, это не средний палец. Это две фаланги моего мизинца. Размер этого сердечника 35 мм в длину и 10 мм в диаметре. Ну, мой палец, вот мой мизинец толще. Тут должен девичий пальчик. Это маленькая пулька, которая прилетала и делала маленькую дырочку в броне танка. И что? И что, по-вашему, после этого танк должен исчезнуть? Нет, танк после этого не исчезал. Это и подтвердила практика использования этих орудий, поэтому их и пришлось выводить с вооружения, потому что появление этой крохотной дырочки, скорее всего, не заметит ни экипаж танка, ни технические устройства, системы этого танка. Ну, просто в качестве иллюстрации, в качестве иллюстрации это очевидной мысли, расскажу вам про результаты полигонного обстрела лёгкого, лёгкого с противопульным бронированием советского Т-26, с противотанкового ружья, другого ружья, советского тоже ружья. Обстрел, значит, взяли танк Т-26, посадили в него три манекена, три члена экипажа, и в него 39 раз выстрелили. 39 раз попали и 39 раз пробили. Из 39 пуль, поразивших танк, одна повредила ногу одного из манекенов, серьёзные повреждения конструкции могли бы причинить лишь два попадания в бензобак. Остальные, соответственно, 36 дырочек, которые сделало противотанковое ружье в лёгком танке, на него, на танк, никакого впечатления не произвели бы. Вот в чём суть и смысл, к чему был этот долгий разговор. Усилия по созданию гиперзвуковых, противотанковых орудий, ружей и так далее, все эти гиперзвуковые пули, пики, это страшно красиво, это очень красивая инженерная задача, да, конечно, получен такой результат, четыре маха, к слову говоря, грохот, хлопок, выстрел, когда вот эта вот гиперзвуковая пуля вылетала из ствола, был такой, что расчёт, расчёт у этого орудия было, между прочим, пять человек, просто штатно полагались затычки в уши, иначе у человека бы вылетали барабанные перепонки. Очень красивая техническая задача, не имеющая никакого отношения к реальной борьбе с реальным танком противника. Ещё раз, танк это не воздушный шарик, его нельзя прокалывать иголочками, появление крохотного отверстия ничего не даёт, нужно ещё заброневое воздействие. Плюс к тому, это главное, плюс к этому, ещё надо иметь в виду, что не случайно же, а четыре раза я, наверное, повторил, про сто метров. Гиперзвуковая пуля обладает гиперзвуковой скоростью, когда она вышла из ствола. А дальше она начинает стремительно эту скорость терять, потому как есть закон куба-квадрата. Ну, подумайте, поймёте, о чём я говорю. Лёгкая быстрее тормозится. Ну, чтобы лучше думалось, давайте я вам приведу очень простой, понятный пример. Только, пожалуйста, пожалуйста, не делайте это мысленно, этот пример. С девятого этажа, с балкона девятого этажа уронить кирпич, из балкона девятого этажа, высыпать пригоршню кирпичной пыли. Кто быстрее упадёт? Кирпич или пыль? Ответ понятный. Если пыль просто вот там, вот растереть кирпичную пыль до состояния муки, вот она вообще не упадёт. Почему? Потому что лёгкая быстрее теряет скорость за счёт сопротивления воздуха. Да, ускорение свободного падения и у кирпича, и у пушинки, и у соломинки одинаковое. Тут уж никуда не денешься. Это самое же. Ну вот, аэродинамическое торможение у них разные. Тяжёлый предмет, тяжёлый компактный предмет, кирпич, тормозится медленно, то есть он продолжает сохранять свою высокую скорость и замечательно долетает до земли. Теперь вместо кирпича посмотрим на эту таблицу. Вот в этой табличке мы видим просто реально померенные, просчитанные потери скорости противотанкового снаряда нашей стандартной смеси 6-миллионтовой пушки ЗИС-3. То есть, как мы видим на реальных дистанциях борьбы с танками, ну там от 200 до 600 метров, ну да, есть, конечно же, падение, есть, как вы видите, падение скорости со 641 до 602, но оно не критично. Но оно не критично. Все вот эти гиперзвуковые сверхлёгкие снаряди Ки, они стремительно теряли скорость, вот как та самая пылинка кирпичная, которая парит в воздухе, поэтому да, на расстоянии 100 метров от среза ствола она могла что-то пробить, но подпускать танк на 100 метров к этой пушечке, сами понимаете, занятие достаточно нелогичное. А на дальность в 200-300 метров уже пробиваемость падала до обычного ружья, а на дальность там в 500-600 метров эта пуля уже летела как пуля с пистолета Макарова. Вот, собственно, и все игры с малокалибрными гиперзвуковыми устройствами. И элементарный здравый смысл, и инженерные расчёты, и самое главное, результаты полигонных испытаний, а потом и войны подтвердили. Для того, чтобы проломить, полноценно проломить броню среднего, тем более тяжёлого танка Второй мировой войны, нужен был полноценный, солидный снаряд. Смотрим ещё раз на экран. Вот, что надо было. Значит, табличка. В этой табличке приведены самая первая строка, это вот то, о чём мы с вами говорили так долго, долго и больно. Вот это диковинное коническое устройство 28-22. Но самое главное, что выделено красными, это кинетическая энергия, 127 кГц. Далее мы видим три немецких противотанковых пушки. ПАК-36 это то, с чем они начали Вторую мировую войну. Ну, собственно, 36-38 и срок это год разработки. Это год разработки. Когда дело дошло до операции Барбаросса, у них уже страшно сказать, появилось по 6 пушек на дивизию ПАК-38-50 миллиметров. Видите, там же 723 кГц. А потом уже идут настоящие нормальные орудия, которые способны бороться с танками. Для немцев это 75-миллиметровый противотанковый ПАК-40, который разгонял снаряд, давал ему энергию 1913 кГц. Что это за таблица? Эта таблица в сухом, скучном виде цифр иллюстрирует иллюстрирует нам то, что, я думаю, хрестоматийно известная, она сто раз переписана, эта цитата, книжка Мидельдорф «Тактика в русской компании». Это генерал, битый гитлеровский генерал, который после войны написал вот эту вот большую толстенную книгу «Тактика в русской компании». В кавычке открывается «Противотанковая оборона без сомнения является самой печальной главой в истории немецкой пехоты». Путь страданий немецкой пехоты в борьбе против русских танков Т-34 идет от 37-мм орудия, названного в армии «Колотушкой». Ну, смысл в том, что поколотить в дверь можно, а открыть нельзя. Через 50-мм к 75-мм противотанковой пушке. Так и останется до конца неизвестным, почему в течение 3,5 лет с момента первого появления русского танка Т-34 не было создано приемлемого средства противотанковой борьбы. Вот это вот и показывает наша табличка. Для того, чтобы реально бороться со средним танком той эпохи, нужно было орудие, которое разгоняет снаряд, передает ему энергию полторы тысячи, ну, полтора мега джоли, полторы тысячи кило джоли, две тысячи кило джоли. Вот это помогало, не помогало, позволяло, позволяло проломить броню средних, в какой-то ситуации даже и тяжелых танков, а дальше, дальше, уже и произвести необходимое заброневое воздействие. Смотрим на экран. Вот кто производит необходимое заброневое воздействие. Вот это называется по-русски коморный снаряд, то есть вы видите в донной его части что-то такое желтенькое, позиция 11, а это самое, что не на есть взрывчатка, эффективная взрывчатка, взрывчатые вещества, размещенные в камере, в коморе, там донный взрыватель, вот это вот снизу позиция 6, то есть когда это дело прилетает в танк, проходит, пробивает броню, и уже там, уже там, за броневом пространстве танка, оно взрывается. вот схема показывающая советские разных типов 76-мм противотанковые коморные снаряды, там разные есть конструкции того, что пробивает броню, но в любом случае, вот красным я обозначил, в донной части снаряды, извиняюсь, есть взрыватели, есть вполне себе увесистое такое количество взрывчатки, а что значит увесистое, ну видите, разные конструкции от 115 грамм тротилогексогеновой смеси, или просто тротиловой, там разные были варианты, от 115 до 155 грамм взрывчатки, это много или мало, вот они, смотрим, две самые массовые гранаты, РГД-5 и Ф-1, Ф-1, РГД-5 соответственно было 110 грамм, в лимонке Ф-1 было 60 грамм, то есть внутри тесного объема боевого отделения танка, если снаряд прилетел туда, взрывается одна, по сути дела, даже две гранаты, с понятными последствиями для экипажа, если это дело прилетело в моторное отделение, ну значит просто внутри мотора взорвалась граната, вот почему снаряды такого калибра, такой конструкции, коморные снаряды, которые затаскивают туда, в заброневое пространство, вполне увесистое, вполне увесистое количество взрывчатки, вот они-то и выводили танк из строя, и при этом должен вам сказать, что вот эти названные мной и показанные в таблице там 1500 килоджоли, 1900 килоджоли, это далеко не предел, это не случайно же, я обратил ваше внимание, даты разработки, там, 40-й год, война закончилась с орудиями уже другого масштаба, война закончилась тем, что немцы поставили на свою Пантеру пушку КВК-43, которая разгоняла 75-мм снаряд 2,9 мегаджоуля, война закончилась тем, что у нас поставили на Т-34, но сделали новую башню, появился Т-34-85, танковая пушка разгоняла 85-мм уже снаряд, передавая ему 2,9 мегаджоуля, ну, а уж совсем под конец войны пришлось сделать вот это вот, вот это вот ИСУ-122, зверобой, как его называли в войсках, это страшенная 122-мм пушка, не путайте пушку с гробицей, пушка, 122-мм пушка А-19, которая снаряд весом 25 килограмм, передавала ему энергию 8 тысяч килоджоулей, и вот это вот проламывало броню кого угодно, включая королевский тигр, ну, и там уже, соответственно, порядка килограмма или полутора килограмма взрывчатки взрывалось за броневом пространстве танка, вот, что показала практика, вот, какого масштаба воздействия надо произвести на танк, танк эпохи Второй мировой войны, чтобы вывести его из строя. И да, действительно, к несчастью, когда на полях сражения исчезли немецкие 37-мм колотушки, а появилась вот эта вот ПАК-40 с 1,9 мегаджоуля, появилась Пантера, которая разгоняла противотанковую болванку до 2,9 мегаджоуля, то произошло то, что вы видите на следующей табличке, там плохо видно, там плохо видно, но я вам так расскажу, о чем там идет речь. Вероятность поражения эффективность действия немецкой противотанковой танковой артиллерии, то есть в операциях 45-го года, как вы видите, цифры 92, 98, 7, 99, 97, это проценты, то есть если снаряд вражеской пушки пробил броню советского танка, то с вероятностью 99, 98, 96 процентов этому танку и этому экипажу все. Один раз попал, второй раз попадать уже не надо. Но вот такая вот страшная статистика появилась только после того, когда на поле боя появились еще раз повторяю противотанковые танковые пушки с энергией 1,5, 2, 3 мегаджоуля. Таким образом, предисловие вступления к нашей беседе, которая заняла большую ее часть, подошло к концу, и мы теперь переходим уже к развязке. Развязка вам должна быть понятна. Если 37-мм колотушка была неспособна справляться с советскими танками, или соответственно подобное орудие, там, 45-ка наша была неспособна справляться с немецкими средними танками конца войны, чего же можно было ожидать от крохотных, слабеньких, в энергетическом смысле, слабеньких, 20-23-мм, может быть, даже 37-мм авиационных пушечек, да, по сравнению с тем, что ползало по земле это пушечки, что же там-то могло произойти, какое чудо могло изменить эту ситуацию. прежде чем мы перейдем уже конкретным цитатам и конкретным цифрам, надо забрать одно удивительное заблуждение, которое я в комментах что-то там я нанумеровал на 109-м комменте такого свойства я остановился. Почему-то все сочли нужным напомнить о том, что у танка крыша тоненькая, и вот эту вот броню крыши танка то можно же при пикировании самолетом то из пушки и пробить. Смотрим на экран физика, кинематика 7-й класс средней школы. Мы не можем спикировать вертикально на танк, а потом взять и повернуться и улететь. Нет, то есть это мы можем сделать леталки-стрелялки леталки-стрелялки компьютерные, а по жизни так сделать нельзя. По жизни выходить нам из этого пикирования придется по криволинейной траектории. Для простоты будем считать, что это просто дуга окружности. Есть формула, школьная формула центробежного ускорения A равняется V квадрат на R на радиус. Переписывая эту формулу в нужный нам вид, мы получаем минимально возможный радиус разворота. Разворота траектории выхода самолета из пикирования. Он, естественно, зависит от квадрата скорости, это в числителе, а в знаменателе максимально допустимое ускорение, то есть перегрузка. Неимудовство лукава поставим, будем считать, что максимально возможное четыре, это так оно и есть. Четыре, это перегрузка четырехкратная на протяжении 15-20 секунд, это уже очень серьезная нагрузка для человека, это называется очи черные. кровь оттекает от головы в ноги и начинается сильнейшее кислородное голодание клеток головного мозга, то есть человек больше, говоря, теряет сознание. Поэтому это называется очи черные. Кроме того, и сама конструкция самолета в той эпохе, в общем-то, четверка это для них и была расчетная максимальная расчетная перегрузка, да еще надо перегрузку чем-то создать. Так что четыре, это очень даже хорошо, это очень даже много. Что у нас дальше получается? Ну, что дальше получается, все понятно. Будем считать, что знаменатель у нас перегрузка четыре, четыре множить на ж для простоты будем считать, что это сорок, а дальше вообще можно просто считать без калькулятора. Если наша скорость 200 метров в секунду, 200 в квадрате разделить на сорок, получается тысяча. Минимально возможный радиус выхода из пикирования, если мы пикируем со скоростью 200 метров в секунду, это километр. Мы не можем опуститься меньше, чем на километр. Иначе мы при выходе из пикирования окажемся ниже поверхности земли. А что такое 200? 200 это всего-то 720 километров в час. Совершенно нормальная скорость пикирования для истребителя. если это у нас будет правильно сделанный самолет, если это будет пикирующий юнкерс, на котором еще есть тормоза воздушные, которые не дают ему сильно разогнаться, то при скорости пикирования 150 метров в секунду нам потребуется 562 метра. 562 метра. И эти все теперь от картинки переходим к реальной жизни. На картиночке у меня нарисована горизонтальная линия, но земля не есть кухонный стол, кроме того должен быть какой-то запас по высоте, кроме того это самолет, которым управляет один человек, которому надо и самолетом управлять, и следить за тем, чтобы начать вовремя выходить, еще куда-то прицеливаться. То есть реально выход из пикирования надо начинать на такой высоте, с которой танк едва ли виден, и уж, конечно же, в него нельзя попасть. Поэтому никто и никогда, никто и никогда, ни немцы, ни Красная армия, ни на полигонных испытаниях, ни на испытаниях оружия, ни при расчетах возможного применения оружия, этот вариант никто никогда даже не рассматривал. Авиационная пушка, закрепленная на самолете, всегда и у немцев, и у нас, и у американцев, и у англичан, стреляла по танку с горизонтального бреющего полета или с очень пологого пикирования. Очень пологое пикирование это 5, 15, 20, может быть, 25 градусов. Естественно, что при таком пологом пикировании пробить броню крыши, горизонтальную броню, невозможно, потому что будет сплошной рикошет под такими-то углами. Он просто будет скользить, как камушек по воде снаряд. Поэтому все расчеты и все реальные стрельбы, и полигоны, и боевые, это всегда приходило стрелять туда же, вот именно туда, куда и стреляет наземная пушка. то есть по вертикальным поверхностям лоб, борт, корма, танка, башни танка, но по вертикальным поверхностям, а вовсе не в крышу. Именно поэтому именно поэтому крышу и делали такой тонкой, смотрим на экран, видим схему бронирования различных танков. Именно поэтому там и такая тонкая крыша, что все прекрасно понимали, что никакой самолет не сможет прилететь и не сможет стрелять вертикально в крышу. А все остальные, а все остальные имели уже, поверхность имели совсем другое бронирование. Вот это вот всего лишь тройка. ПЗ-3, немецкий средний танк. Это средний немецкий танк, тройка. Ну вот красноватым я обозначил горизонтальные поверхности, где действительно тонкая там 15-10 толщина брони, а все остальное у нас все перед вами 50-50 на маске танка тоже у них 50, на корме тоже самая кормовая плита башни, ну меньше чем 50, но тоже 30, это тройка. Вот это наш Т-34, но здесь вообще шансов никаких. 45, лобовая броня с огромным наклоном, корма, никто не делает корму тоньше, все понимают, что в корму тоже может прилететь, но все перед вами, или 40 лист, если он под углом, или 45, на горизонтальные листы 45, тонкого, противопульного нигде ничего нет, но это уж страшно сказать, это пантера, но это пантера, немцы его считали тяжелым, у нас, наверное, называют средним, тут вообще все понятно. Тут 85 миллиметров лобовая броня под огромным наклоном, все видно перед вами, даже горизонтальные листы, закрытые катками ходовой части 40, бортовые листы башни 45, нигде ничего тонкого в вашем распоряжении нету, и соответственно вот эти вот поверхности надо пробивать, а пробивать их самолеты нечем. Еще одна таблица, еще одна таблица, график правильнее сказать, вот собраны все, что было, все какие не были противотанковые средства, все показано на одном графике, самая нижняя кривуленка, самая слабая 37-миллиметровая пушка, правда тут предназначенная американская, да, как мы видим на дальностях меньше 600 метров, да, есть некий шанс пробить бортовую, бортовую, заметься, броню средних немецких танков, о борьбе с какими-то тягами, пантерами говорить не можно, но это невозможно, но это 37, а кто же вам сказал, что у вас будет что-то подобное 37-миллиметровой наземной сухопутной посетанковой пушке, что это будет на самолете, вот она таблица, вот она таблица, в ней приведены две советские авиационные пушки, реально использовавшиеся, две немецкие пушки, реально использовавшиеся, для сравнения, чтобы было понятно, о чем мы говорим, колотушка, вот та самая 37-миллиметровая колотушка, с которой начался, как пишет Медельдорф, путь страданий немецкой пехоты, и нормальная ПАК-40, которая реально уничтожала советские танки, все понятно, все понятно, все понятно, в 10 раз надо было поднять энергетику авиационных орудий, чтобы они превратились во что-то, что способно уничтожать танк, дальше мне остается только процитировать, довольно обильно процитировать умных людей, я думаю, многие знают эти фамилии, Перов Растренин, два российских историках, которые в начале 21 века, куча всяких статей и книг, они написали, они работали с огромным объемом первичных документов, с наших испытательных полигонов, ну, очень все, но был такой НИИ-48, основной научно-исследовательский институт наркомата танковой промышленности, у него был полигон, который всю войну, все это дело стрелял, отстреливал орудия, броня, как оно друг с другом взаимодействует, вот в частности одна из книжек последних, по счету, у Ирастренина вышло советское авиационное вооружение, все там расписано, все расписано по самым, что ни на есть первичным, как многие любят добавлять, архивным документам, все мы можем оттуда узнать, сейчас мне остается только почитать, вот она, советская ВИА-23, перед вами, Волковьярцев, это то основное, замечательное по своим, ну, для своего эпохи, для своего назначения, замечательное авиационное орудие, лучше, пожалуй, никого и не было, именно вот эти вот пушки, две такие пушки стояли на самом массовом советском самолете Второй мировой войны, самом массовом вообще военном самолете Второй мировой войны, штурмовике Ил-2, и что же эта самая ВИА-23, замечательное, может сделать с танком, открываем очередную статью Перлова-Растренина, и начинаем ее просто цитировать, полигонные испытания показали, что при стрельбе из пушек ВИА-23 бронебойно-зажигательным снарядом БЗ-23 углами планирования от 5 до 30 градусов, из 53 попаданий в легкий, легкий немецкий танк, тут была двойка чешский БЗ-38, полученные при выполнении 15 самолетов вылетов, остановитесь, подумайте, для того, чтобы получить 53 попадания, надо было сделать 15 самолетов вылетов, то есть в среднем на один самолетов вылет 3,5 попадания, только в 16 случаях было получено сквозное пробитие, попадание же снаряда в ходовую часть танка повреждения ему не наносили, при этом все 16 сквозных пробоин в броне танков пришлись на атаке под углом планирования 5-10 градусов, то есть практически горизонтальный полет. лобовая броня всех немецких легких танков при стрельбе из пушки Вя-23 не пробивалась. Что касается средних немецких танков четверка, тройка и штук три, это самоходка на базе тройки, с толщиной бортовой брони 30 мм, лобовой 50 мм, стоявших в то время на вооружении вермахта, то их броня не поражалась ни с одного направления атаки. Из 62 попаданий немецкие средние танки, полученные при полигонной стрельбе с воздуха, было получено только одно сквозное пробитие из 62 попаданий, одно застревание сердечника и 27 попаданий в ходовую часть, не наносящих существенных повреждений танку. Остальные попадания давали либо вмятины, либо рикошеты. Все. На этом мы тему борьбы Ил-2 против немецких средних танков, ну а других к 43 году, ну практически уже на поле боя не оставалось, закрыли. Не был никогда и не мог быть Ил-2 против танковым самолетом. Ну а что же сделали немцы своим сумрачным немецким гением? Немцы сделали вот это специально разработанный для этой цели против танковый самолет Хеншель 129. В 42 году в мае его начали боевое применение на Восточном Советском фронте. Под этот самолет подвешивалась в контейнере солидная тяжеленная 30-ти миллиметровая пушка МК-101. Что же с этого получилось? Опять же обращаемся к классическим работам Перволово-Растрениным. Кавычки открываются. Имеющийся автор трофейный документ отчет номер от 5 июня 1942 года на имя командующего истребительной авиации Люфтваффе то есть это немцы провели испытание стрельбы вот с этой пушки МК-101 по советским танкам самолетах Хеншель 129 и секретно докладывают командующему а этот документ соответственно оказался в руках Советской армии. 27 мая в течение дня четырьмя экипажами было выполнено 12 самолетов вылетов. Атаки выполняли спикирование под углами 10-30 градусов строго поперек танка. Стрельба велась подкалиберными снарядами то есть обладающими максимально возможной скоростью и соответственно пробивной способностью. Короткими очередями с дистанцией 400-800 метров по боковой части башни корпуса танка не было достигнуто ни одного попадания. 28 мая те же четыре пилота выполнили 12 вылетов. При расходе 102 снарядов не было получено ни одного попадания в танк. Если вас это почему-то удивляет но чему же тут удивляться? А чему же тут удивляться? Первое. Нормальная противотанковая пушка стоит на станине то есть ствол стоит на станине Станина тяжеленная это сотни килограмм или даже порядка тонны веса что-то тяжелое массивное неподвижное это станина вбито в землю то есть через станину ствол соединен с планетой земля с телом бесконечно большой массы таким образом обеспечивается хотя бы исходное стабильное неподвижное управляемое положение ствола если тот же самый ствол оказался на самолете то он оказался на раскачивающейся непрерывно меняющей свое угловое положение в пространстве вибрирующей платформе но самое смешное после первого же выстрела эта платформа начинает плясать как блоха поэтому и результат поэтому и результат что у замечательных немцев которые все умеют которые все такие умелые подготовленные у них 3-4 поколения в роду а все офицеры и генералы из 102 снарядов не получено ни одного подания в танк далее это еще не все в расчете нормальной противотанковой пушки а там расчет там минимум 4-5 человек есть человек который называется наводчик ему не надо делать больше ничего другого у него единственная задача наводить для этого у него есть оптический прицел там прикрести нити и вот он в этот прицел глядит для того чтобы наводить у него есть винты маховички колесики которые называются микрометрическими он их подкручивает и осуществляет наведение кто это делает в самолете в самолете это делает все тот же человек летчик который должен управлять самолетом который должен следить за всеми вот этими приборами которые перед ним который должен Что значит стрельба с пикированием под углом 10 градусов? То есть он летит практически над землей. А земля – это не плоский стол. Он должен следить за тем, чтобы не врезаться в землю. Может быть, ему еще надо поглядывать на всякий случай, чтобы его кто-нибудь не сбил. И вот при этом ему еще надо заниматься наведением. А наведение производится не винтами. А наведение производится перемещением всего самолета. А самолет все-таки реагирует на педали и на ручку управления не так, как ствол нормальной пушки реагирует на поворот маховичка с микрометрическим винтом. И это еще не все. Вопрос времени. Расчет противотанковой пушки имеет в воспоряжении несколько минут. Обычный танк той эпохи по пересчищенной местности, по полю, проползет последний километр. Ну, где-то несколько минут до того, как он уже выкатится на позиции противотанковой пушки. Ну, ждать так долго не надо, но, скажем так, несколько десятков секунд на прицеливание у расчета есть. А что мы имеем в случае с авиационной пушкой? Самолеты, к несчастью, летают очень быстро. Самолеты не могут остановиться в воздухе. Если взять, ну, скажем так, минимальную для реальных боевых условий 100 метров в секунду, то есть 360 километров в час. Но с дистанцией больше 600-700 метров прицеливаться невозможно по танку. На дальности, там, в 200 метров надо уже начинать выходить, если мы не хотим врезаться. То есть, фактически, на всю процедуру прицеливания, и эта прицеливание еще раз не винтами, а перемещением самого самолета, у летчика остается 3-4-5 секунд. Не стоит удивляться тому, что вероятность попадания ничтожно мала, ну, а вероятность пробития брони нормального танка второй половины войны подобными орудиями тоже ничтожно мала. То же самое получилось абсолютно и у нас, когда на Ил-2 пытались поставить 37-мм пушку. То самое НС-37 Нудельмана Суранова. Да, действительно, мощное орудие, да, действительно, при каких-то дальностях бортовую броню немецких средних танков, средних, это могло бы пробивать. Почему и пытались это делать, помучились, помучились и убедились, что две 37-мм пушки, подвешенные под крыльями Ила, раскачивали его страшным образом. Прицельная стрельба практически невозможна, в лучшем случае первый выстрел, а дальше уже мы стреляем в пустоту. Плюс огромная отдача, плюс от этой отдачи трескались лонжероны и текли все гидравлические сочленения. И результат. Постановлением ГКО номер 4154, 12 ноября 1943 года, в связи с неудовлетворительными результатами войсковых испытаний Ил-2 с НС-37, прекратить их серийный выпуск и к 15 января 1944 года возобновить в полном объеме выпуск Ил-2 с пушками ВИА-23, теми самыми, которые ничего с немецким средним танком сделать не могли. И, наконец, последняя часть нашего достаточно затянувшегося разговора – это вот тот самый. Это тот самый легендарный Ганс Рудель, который летал вот на этом вот всех сокрушающих Миссершмитте. Да, извиняюсь, Юнкерсе. Да, в 1943 году, когда немцам уже просто стало очень тяжело, когда уже лавина советских танков происходила в их численности раз в пять, как минимум, в любой из операций 1943 года, ну да, тут немцам уже пришлось, как говорится, хвататься за последнюю соломинку. В качестве этой соломинки была тяжеленная, страшного размера пушка. ВК-37 – это фактически зенитка. На базе зенитки было сделано авиационное оружие, орудие. Двести девяносто пять килограмм веса, огромные габариты, огромная отдача. Боекомплект всего шесть выстрелов, то есть там был один магазин на шесть выстрелов. Выстрелить она могла шесть раз, но этого вообще, говоря, хватало. Для того, чтобы разнести собственный самолет, раскачка была такая, что стрелять можно было фактически только одиночными. Все это дело они пытались применить, они это дело применили на Курской дуге, написали удивительные отчеты, но эти удивительные немецкие отчеты, как и любые отчеты подобного свойства, совершенно не совпадали с тем, что зафиксировал противник, то есть Красная Армия. По данным штаба, советская первая танковая армия Воронежского фронта, против которой и действовали, их было две противотанковые эскадрильи, боевые безважательные потери в танках Т-34 от воздействия авиации, в целом в период с 5 по 20 июля 1943 года, это та самая Курская дуга, куда прилетели вот эти вот всех сокрушающие юнкерсы с подвешенной пушкой, так вот, безважательные боевые потери в танках составили семь машин, или 1,6% всех потерь Т-34. В целом, потери танковых соединений частей Центрального фронта от авиации противника за июль-август 1943 года составили 187 выведенных из строя танков ИСАУ всех типов, или 6,3% общих потерь. Исходя из имеющейся статистики, примерно 70 танков составили безважательные потери. То есть, да, 24 противотанковых юнкерсы, ну, может быть, их, не может быть, их, конечно, было больше, одни сбивали, другие прилетали, да, безважательно вывели строя 70 советских танков, что нельзя назвать словом ноль, но в общем масштабе, как вы понимаете, в общем масштабе потерь, в общем масштабе борьбы немецкой противотанковой обороны советскими танками, все это в сколь-нибудь значимой роли не играло, ну, и по понятным уже причинам играть и не могло. Подводим простой и ясный итог. Артиллерия той эпохи пробивала танк сильным ударом. Невозможно сильно ударить танк, не получив столь же сильной отдачи на орудие. Поэтому, если орудие стоит на земле, или оно стоит в боевой рубке самоходной установки, или оно стоит в башне танка, то мы, в принципе, можем довести энергетическое оружие до тех пределов, которые необходимы для пробития брони, для того, чтобы затащить за броневое пространство танка увесистый взрывчатый заряд и уничтожить танк и его экипаж. Ничего этого сделать на самолете той эпохи, легеньком самолетике весом 3, 4, 5, 6 килограмм, было невозможно. Поэтому никакая авиационная пушка той эпохи Второй мировой войны стать эффективным средством поражения танка не могла. Разумеется, кроме пушки же могут быть еще и всякие другие средства поражения, которые можно установить на самолете, о чем мы и будем говорить во второй части нашей беседы. Ну а сейчас спасибо за внимание. Спасибо за внимание.